Не стоит забывать, что квалифицировать те или иные действия, как злоупотребление правом, не всегда возможно, целесообразно и законно. К примеру, не всегда, как говорят нам высшие судебные инстанции, занижение стоимости имущества при продаже свидетельствует о злоупотреблении правом. То есть само по себе занижение стоимости не свидетельствует о злоупотреблении правом, потому что имеют место, возможно, некие иные обстоятельства, желание побыстрее продать и так далее. Поэтому, дорогие друзья, на это обращайте внимание. Также занижение цены контрактов и впоследствии убыточность заключенных сделок сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом. Поэтому, дорогие друзья, ценообразование это во многом не правовая категория, а экономическая. И она не всегда свидетельствует о злоупотреблении правом, если там присутствуют экономические мотивы.